День памяти воинов-интернационалистов Сводка криминальных происшествий за неделю За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» И когда мы пошли таким путем, мы постарались рассказать это так, как нам рассказывали о войне те, кто ее действительно видел 15 февраля вспоминают о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества В Десногорске по традиции ежегодно в этот день собираются участники локальных войн и конфликтов, ветераны боевых действий, чтобы вспомнить сослуживцев 15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана Позже эта дата стала днем памяти воинов-интернационалистов Всех тех, кто исполнял интернациональный долг за пределами России В Афганистане, Анголе, на Кубе, в Сирии и других горячих точках И мы об этом молимся, мы в это верим, и мы на это надеемся, что эти ребята, которых мы вспоминаем сегодня, без имен, потому что их много Но мы знаем, они все у Бога в книге жизни написаны В этот день совершается поминовение жертв кровавых противостояний Под сводами храма в Десногорске собрались те, кто чувствует причастность к тем событиям и к тем потерям Это участники боевых действий, воины-интернационалисты, представители местной и региональной власти и все неравнодушные жители Воины-интернационалисты, защищая мир за пределами нашего Отечества, за пределами нашей страны Они дарили мир здесь, живущим в городах нашей большой страны России Местом поминовения стал и Курган Славы Величественный мемориальный комплекс переживает новое рождение, становясь символом мира регионального значения А также символом потерь, которые ради мира пришлось понести С недавних пор частью экспозиции стал и новый монумент воинам-интернационалистам В прошлом году здесь был открыт памятник воинам погибших при выполнении служебного долга Здесь появилось место поклонения, куда можно прийти, положить цветы, вспомнить своих боевых товарищей Некоторые из товарищей этих мужчин покоятся на Десногорском кладбище Здесь лежат участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Таджикистане Их нет уже давно Историей стали и те конфликты, в которых они воевали Но все это не только вечные шрамы как для страны, так и для близких людей Это еще и пример настоящего мужества Мужество, которое должно быть в сердце каждого и в мирное время Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Местом памяти и одним из культурных центров Десногорска справедливо считается и историко-краеведческий музей Артефакты времен войны, результат трудов поисковых отрядов и заботливого отношения сотрудников музея Его посетила депутат Госдумы Ольга Окунева во время своего визита в Десногорск в День памяти воинов-интернационалистов 15 февраля Ольга Окунева считает, что подобные учреждения помогают воспитывать в современном поколении гражданскую ответственность и здоровые жизненные ценности Безусловно, важно для того, чтобы хранить мир в стране и хранить благодарную память Из поколения в поколение рассказывать о том, какой ценой жизни досталась эта победа нашей стране, нашему государству, освободив мир от фашистской чумы За профессионализм и трепетное отношение к делу сохранения памяти и популяризации патриотизма Депутат Госдумы Ольга Окунева наградила благодарственным письмом директора Десногорского историко-краеведческого музея Наталью Демьянову О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях, из них 4 сообщения о преступлениях Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 90 административных правонарушений, в том числе 72 нарушения правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек 15 февраля гостем Центра культуры и молодежной политики Десногорска стал кинопросмотр «Сталкер» Это уже 25-й международный фестиваль о правах человека, который в Десногорске проходит впервые Вот уже 25 лет кинофестиваль «Сталкер» собирают лучшие фильмы о правах человека С 10 по 15 февраля в Смоленске и области прошли показы лучших картин, которые рассказывают о людях и их нелёгких судьбах Один из таких фильмов «Солдатик», основанный на реальных событиях военных лет Он был показан в Центре культуры и молодёжной политики Десногорска Это то место, где мы все с вами приобщаемся к культуре кино, культуре нашей Родины, культуре тем событиям, которые произошли 75 лет назад Наша Великая Победа Я благодарю всех вас, что вы нашли время сегодня прийти в этот зал, вместе с нами посмотреть фильм Режиссёр и сценарист фильма «Солдатик» Виктория Фонсютина и директор гильдии режиссёров Игорь Степанов порадовали всех зрителей личным присутствием Они рассказали интересные истории из съёмочного процесса и непосредственно о самом фильме Казалось бы, про войну уже всё рассказали, но мы должны об этом говорить, должны это помнить И другой момент был, как рассказать детям, они маленькие, а как рассказать им то, что происходило, то, что видел этот ребёнок И когда мы пошли таким путём, мы постарались рассказать это так, как нам рассказывали о войне те, кто её действительно видел После выступлений для детей и их родителей начался показ военной драмы В фильме показана реальная история о событиях, которые произошли в жизни шестилетнего Серёжи Алёшкова в годы Великой Отечественной войны Смотри, смотри, видишь, у меня цветочек получился Нет, цветочек мне не нравится Вы мне танк нарисуете Потеряв всех своих родных, он попадает в действующую армию Там с маленьким Серёжей затеяли игру в солдатика, чтобы хоть как-то сохранить ему детство В ходе Сталинградной битвы мальчик становится настоящим защитником Родины и получает медаль за боевые заслуги Безусловно, такая история затронула сердце каждого зрителя Мы хотим сказать спасибо за такое прекрасное кино Нам очень понравился фильм Он интересный, трагический Были моменты смешные, были там, где очень хочется поплакать Конечно, фильм очень проникновенный Я весь фильм проплакала, эмоции не передать словами Такие фильмы нужно показывать И очень было сегодня приятно, что полный зал именно детей Сегодня в зале присутствовала моя девочка, ей как раз 6 лет И она плакала вместе со мной Такие истории не просто знакомят детей с настоящими героями военных лет Но и воспитывают в подрастающем поколении главные человеческие качества Любовь к Родине, уважение к предкам и благодарность за мирное небо над головой Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 18 февраля в Десногорске пасмурно, возможен снег с дождем Температура днем плюс 6, ночью плюс 1 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok